Эпоха победоносца и гонение на евангельских верующих Кто такой победоносца? Это был известный государственный деятель в России, юрист, правовед, профессор права Московского университета. Он занимал должность обер-прокурора Святейшего Синода. Эту должность ввел Петр Первый. Какой год победоносцев был? Побеносцев занимал эту должность в течение 25 лет. С 1880 года по 1905 годы. 1805-1905. 25 лет. Каковы были функции обер-прокурора? Вот как Петровский указ об этом гласил. Обер-прокурор должен быть оком царевым и стряпчим дел государственных. Ну, стряпчий – это тот, который стряпает, да? Тот, кто работает на кухне. Таких женщин называли как? Стряпуха. Старое русское слово такое. Но стряпчий были не только на кухне, а в разных бюрократических учреждениях. Должность прямо так и называлась – стряпчий. Ну, а здесь уже стряпчий в самом широком смысле. Око Царевое – стряпчий дел государственных. Этот человек должен был следить за жизнью церквей, за религиозной ситуацией в Российской империи, за охранением православия, за охранением самодержавия. Победоносцев как раз проявил себя ревностный деятель в этом направлении. Интересно то, что он по-своему был человеком религиозным, набожным, благочестивым. Но его благочестие было с таким отрицательным знаком большим. Он никогда не расставался с молитвенничком. Молитвенничек всегда был при нем. Он даже сделал перевод Нового Завета. Сейчас, по-моему, РБО издало Новый Завет в переводе Константина Петровича Победоносцева. Он с какого языка переводил? Да, вот трудно сказать. Но я думаю, что с древнегреческого. С древнегреческого. С языка подлинника. А с другой стороны, очень ярый ненавистник всего того, что вне православия находится, находилось. Всех направлений и течений, которые зарождались вне православной церкви. И когда он принял должность губерпрокурора, он поставил перед собой цель переломить хребет переломить хребет баптизму, штундизму и рецтокизму. Это дословно вот с программой Победоносцев. Переломить хребет русскому баптизму, штундизму и рецтокизму. Не все православные так любили и почитали Победоносцева, хотя он и защищал православие. За что его не любили более прогрессивные священники? А за то, что он отрицал хорошее образование для священников. Он считал, что достаточно одной семинарии для священников, а дальше учиться не обязательно. Он считал, что священники не должны заниматься богословием, а знать только вот службу, править службу, и все, и достаточно. Он полагал, что священнослушители не должны интересоваться общественными проблемами, культурной жизнью. Такая вот политика у него была. Ну и как некоторые историки полагают и делают выводы, что Победоносцев якобы остановил развитие церкви на 25 лет затормозил развитие церкви. Он правил 25 лет, и на 25 лет церковь в России отстала в своем развитии. И что касается духовного просвещения, тоже у него был очень такой ограниченный узкий взгляд, когда ему намекали на то, того, что хорошо бы заниматься просвещением духовным русского народа, Победоносцев отвечал так. А зачем народ просвещать? Не надо этим заниматься. Для народа достаточно того, чтобы он имел одно лишь религиозное чувство. Достаточно, чтобы у народа было одно лишь религиозное чувство. А не обязательно ему прививать сознательную веру. Каким же образом Победоносцев стал, как он писал в программе, ломать хребет русскому баптизму, штундизму и рецитатизму. Не прямолинейно, но искусным образом. Из-под тишка вначале. Через издание законов своеобразных. По его инициативе в 1883 году выходит новый закон. Формулировался этот закон очень даже так демократично. Само наименование законов. Закон назывался так. О даровании раскольникам всех веросповеданий права на богослужение. Очень хорошо звучит. А вроде бы ничего здесь такого нет запретительного. Такого ограничительного. Но в этом законе была статья 10. там оговаривалось, что представители всех иных исповеданий не имеют права проповедовать среди православных, среди православного населения. Запрет на проповедь среди православных. Если это наследственные линии, то дозволялось там по лакане по наследственной линии дети, рожденные в малаканских семьях, могли быть тоже малаканами, дети баптистов могли быть баптистами. Но если вдруг там на малаканской или баптистской собрании попадал православный человек из среди православного населения. То есть простого? Да, из простого. Тут уже отдавали под суд или пресвитера, или проповедников, или просто активных верующих. Скрытая мина была вот в этом законе заложена. Собирайтесь, варитесь для себя. Да, только внутри себя. Вымрите все равно. Но запрет был на совращении православных. Нельзя было совращать православных. Дословно. В 1894 году выходит еще один закон. Это уже более прямолинейный. более откровенный. Закон о признании штунгистов особо вредной сектой. Штунгисты были поставлены в такое положение. Ну, а кто из чиновников мог разбираться во всех этих оттенков. Оттенков оттенков.